Я не перестану говорить о еде, как о самом доступном и действенном средстве, которое поможет избежать многих заболеваний и решить уже существующее недомогание и ощущение дискомфорта. Подписывайтесь на мой канал, потому что еда это не только удовольствие. Здесь даю подсказки про еду и не только, чтобы сделать свою жизнь счастливее. Ну а кому этого недостаточно, под видео моей программы о здоровом снижении веса. Сегодня поговорим о куркуме, приправе, которую называют «золотой дар богов», желтый имбирь и даже индийский шафран, а добавляют ее сейчас к мясу, к рису и в напитки. Я собрала все научные данные, ну или почти все, и исследования о куркуме для здоровья, а также ее действенных лечебных свойствах. Забегая вперед, скажу, что ее свойства не оставят вас равнодушными, и вы обязательно приправите ею, готовя ужин или купите, чтобы было дома. Здравствуйте, я Светлана Никитичук, дипломированный нутрицолог. Если вы хотите быть стройнее, но при этом не планируете усложнять себе жизнь, а самое главное, мечтаете чувствовать себя лучше, переходите по ссылке под видео, там все подробно обо мне, о моих программах, о курсах и о результатах моих выпускников. А я начну. Помимо добавления в соус карри и плов, куркума приемлема с картофелем, в супах, салатах и в напитках, смузи, коктейль, чай, кофе и даже в простой воде. А также в косметологических масках и смесях для улучшения качества кожи. При правильном питании и дневной активности куркума помогает похудеть тем, что улучшает пищеварение и микрофлору кишечника. Снижает уровень сахара в крови, а это снижает аппетит и тягу к сладкому. Хотя куркума достаточно калорийна, 312 калорий на 100 грамм продукта, но не стоит об этом беспокоиться, так как много съесть ее просто невозможно. Куркума это многолетняя трава семейства имбирных, ценность которой в корнях, а именно эфирных маслах в них содержащихся. Клубни в разрезе оранжевого цвета и сильно красят кожу. Их высушивают и измельчают в порошок. Он такого насыщенного желтого цвета из куркумина природного красителя. Куркуму особо не подделывают, это недорогая приправа, но ее качество может отличаться. Для приготовления специй и приправ используют куркуму длинную. Куркуму ароматную добавляют в кондитерском производстве, которая ценится выше, чем длинная. Срок хранения приправы ограничен всего один год. Далее она теряет вкус и аромат. Но даже с истекшим сроком годности ее можно встретить в готовых смесях, где трудно отследить качество. Поэтому мой вам совет покупать моно-приправу куркуму, где ее перечный вкус, аромат апельсина и имбиря можно оценить самостоятельно. Другой вариант покупать корни, а это не порошок. Видов куркумы очень много, но обычный человек не знает даже о двух, которые используют в пищу. Как и то, что куркума и турмерик это одно и то же. А шафран и куркума это абсолютно разные приправы. Но из-за того, что куркуму называют шафраном индийским, можно перепутать или быть обманутым. Запомните, шафран по цвету порошка ярче куркумы. Его сбор это ручной дорогой труд. А куркума производится в масштабах промышленного производства. Ее используют в качестве дешевого заменителя шафрана, который также подкрашивает блюдо в нежно-желтый цвет. Но по вкусу это совершенно разные оттенки пряности. Куркума придает остроту и жгучесть блюду, которая усиливается при увеличении дозировки. Если переборщить с шафраном, то блюдо будет испорчено. Куркума устойчива к солнечному свету. И поэтому ее добавляют как краситель в смеси карри, горчицу, а также сыр, йогурт, чипсы, печенье и готовые соусы. В индийской кухне куркума основная специя. Ну и еще бы у нее очень богатый, горьковатый вкус. И благодаря куркоминоидам широкий спектр целебных свойств, которые подтверждены многими исследованиями. Растение обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Улучшает работу мозга, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже развитие рака. Употребляйте куркуму для профилактики болезни Альцгеймера. Приправа оказывает общее такое антиэйдж воздействие на организм. При различных видах артрита она уменьшает боль и воспаление. Как утверждают сами пациенты, помогают не хуже лекарственных препаратов. Запомните, что для лучшего усвоения куркумина его лучше есть с жирной пищей или сочетать с черным перцем. Добавление куркумы имеет практическое значение, потому что блюдо с ней дольше не портится. Следующее по значимости после профилактики болезни Альцгеймера – это мощный противовоспалительный эффект и антиоксидантное действие куркумы. Доказано, что хроническое воспаление в организме приводит к опасным заболеваниям, в том числе сердечно-сосудистым, онкологическим, метаболическому синдрому и сахарному диабету. Мы довольно часто неожиданно узнаем о каком-либо заболевании, когда симптомы ярко выражены. А лечение требуется кардинальное, с побочными эффектами и длительным периодом восстановления. Но знаете ли вы, что болезни предшествуют период хронического воспаления, при котором вырабатываются его медиаторы – гистамин, серотонин и цитокины? Они годами тихонечко воздействуют на клетки, повреждая и ускоряя старение организма, провоцируют прогрессирование различных заболеваний, в том числе и онкологических. Ожирение – это тоже хроническое воспаление. Жировая ткань – это не просто тяжесть от лишних килограммов, это полноценный эндокринный орган. Он вырабатывает вещества, которые как сами по себе, так и связываясь с другими медиаторами, усиливают хроническое воспаление. Почему так важно снизить вес, чтобы быть здоровым? Запишу отдельное видео, чтобы вы понимали, что лишний вес – это преждевременное старение и износ организма, который приводит к болезням. Куркума действительно снижает риск сердечно-судистых заболеваний. Она восстанавливает внутреннюю стенку сосудов, разрушение которой приводит к перепадам давления и снижению свертываемости крови. Вот исследование, которое подтверждает, что куркумин воздействует как лекарственный препарат аторвастатин. Вы наверняка слышали по такому, если в анализах был повышенный уровень холестерина. В еще одном интересном эксперименте все участники были после операции коронарного шунтирования. Их разделили на две группы. Первой давали плацебо, второй – 4 грамма куркумина в день. Эксперимент начался за несколько дней до и продолжился после операции. В группе, где принимали куркумин, риск сердечного приступа снизился на 65%. Сразу скажу, не нужно понимать мои слова и исследования как отмену лекарственной терапии. Это опасно. Консультируйтесь у лечащего врача и подходите к проблеме комплексно. Посмотрите, насколько куркума богата витаминами и микроэлементами. Проценты говорят о покрытии суточной нормы. Конечно, все эти цифры на 100 грамм продукта. Но все же есть повод сделать акцент на куркуму в приготовлении мяса, рыбы, морепродуктов и, конечно, соусов и даже напитков. Из витаминов больше всего витамина Е. При норме за сутки в 15 миллиграмм в ней содержится 4,5 миллиграмма. Также весь набор витаминов группы В и ПП. Поэтому, если у вас есть проблемы с кожей или слизистыми, а также утомляемость и депрессивное состояние, проконсультируйтесь со специалистами и добавляйте при готовке куркуму. Кстати, вот исследование, которое доказало, что 1 грамм в день куркумина или антидепрессантов привело к одинаковому улучшению при лечении депрессии. Теперь микроэлементы. Практически суточная норма калия 2080 миллиграмм. В бананах всего лишь 350 миллиграмм, а кураге 1700. Дальше. Магния, цинка, кальция и фосфора половина от суточной нормы. Чуть больше меди 1300 миллиграмм. Содержание железа больше в 3 раза, а марганцев в 10 раз от суточной нормы. Последний накапливается в костях, печени, почках и сердце. Марганец нужен нам для нормальной работы мозга и всей нервной системы. Наш щит, иммунная система зависима в своей работе от количества марганца, а также укрепление и восстановление костной и мышечной ткани. Куркума способна влиять на активность лейкоцитов, лимфоцитов и киллеров, что повышает защитную систему организма в целом. Куркумин участвует в синтезе гормонов и ферментов. Нейтрализует свободные радикалы, то есть это природный гипотопротектор. Марганец повышает усвояемость витамина С, Е и группы В. Словом, важный микроэлемент в составе куркумы. Исследования говорят о том, что в составе приправы обнаружено вещество, стимулирующее фагоцитоз или уничтожение бляшек. Пептидов, накопление которых приводит к болезни Альцгеймера. Косвенное тому подтверждение, низкая распространенность этого заболевания в Индии всего 5%, в отличие от других стран. Помните знаменитую фразу «Нервы не восстанавливаются»? Все потому, что раньше так утверждали врачи. Мол, нейроны с возрастом теряют способность делиться и размножаться. Однако доказано, что они не только восстанавливаются, а еще образуют новые связи, но и увеличиваются в количестве под воздействием фактора головного мозга BDNF, тип гормона роста. В период депрессии и болезни Альцгеймера уровень этого гормона снижается. Куркумин же повышает уровень гормона BDNF, что увеличивает рост новых нейронов и позволяет бороться с различными дегенеративными процессами. Куркума – это растение, которое может вызвать аллергию. Попробуйте ее на коже в минимальных количествах в блюде, прежде чем добавлять уже больше. Не стоит налегать на куркуму, если принимаете кроворазжижающие препараты. Если вы планируете принимать куркумин в BDNF, то помните, что его качество и состав не прозрачен. И важно все-таки соблюсти все предосторожности, так как большие дозировки могут вызвать расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. И кровоточивости. Обязательно попробуйте в домашнем уходе маску из куркумы. Она улучшит кровообращение и как следствие восстановление кожи. Повышает синтез коллагена и снимет воспаление при акне. Вас порадует ровный цвет лица после маски. А вот антицеллюлитный эффект куркумы не доказан, как и его жиросжигающее действие. Особенно в кисломолочных и молочных напитках на ночь. В заключение скажу, что куриное мясо, рис, приправленные куркумой, это красиво и очень вкусно. А теперь вы еще знаете, почему это полезно. Ставьте лайк, если понравилось видео. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока!